Германия один из главных и надежных партнеров региона. В прошлом году товарооборот составил более 300 миллионов долларов США. Укрепить деловые отношения помогут новые точки для сотрудничества, уверен губернатор. Краснодарский край это агропромышленный регион, это курортный регион, очень несущественная доля в экономике, конечно, сельского хозяйства. И, конечно, сегодня мы видим стратегический резерв, это в промышленности, в частности машиностроения, которое должно вернуть свои позиции в экономике нашего региона. Мы также рассматриваем и иные варианты модернизации, либо восстановления былых промышленных предприятий в нашем регионе, в том числе в таких крупных наших промышленных городах, как Армавир, Тихорецк. Я надеюсь, что, концентрировав усилия именно на развитии отрасли экономики как промышленность, мы достигнем определенных результатов и, естественно, существенной прибавки в наш бюджет региона. Со своей стороны мы готовы настроить диалог с Краснодарским краем и также настроить его в рамках Союза немецких машиностроителей. Мы также будем рады видеть вас на Ганноверской выставке для обмена опытом, чтобы показать, какие у нас есть поставщики и какие фирмы по машиностроению, чтобы развивать эту отрасль. Глава региона отметил, что немецкие предприятия уже успешно открывают на Кубани свои производства. В Краснодаре это крупнейший производитель сельхозтехники в регионе Класс, а в Староминском районе компания Шумахер по выпуску систем среза для жаток. Представители немецкого бизнеса чувствуют себя более чем комфортно. Иностранным предпринимателям в крае оказывается вся необходимая поддержка. В свою очередь Кубань, как динамично развивающийся регион, нуждается в современных предприятиях. От этого выигрывает и население, и экономика края. Ежегодно у нас количество отдыхающих растет. В прошлом году количество отдыхающих достигло 17 миллионов человек. Поэтому для нас, конечно, важно поддерживать динамичность развития региона. Поэтому мы здесь ищем все необходимые и возможные способы дальнейшего развития и экономики, и уровня благосостояния жизни в нашем крае. Ну и, конечно, максимальный комфорт и удобство для тех пока 17 миллионов отдыхающих, которые к нам приезжают отдохнуть. Я думаю, что это количество тоже будет расти, и мы должны соответствовать их запросам. На встрече с иностранными гостями Вениамин Кондратьев также рассказал, что в крае возрождают такую отрасль, как станкостроение. Первый шаг уже сделан в восстановлении завода имени Седина в Краснодаре, на котором производят высокотехнологичные станки. Гелена Овсецина, телекомпания ФКТ.